Здравствуйте, уважаемые председатели системы институционной комиссии. Ваше внимание, вы представляете обученная традиционная работа на тему оценки значений нефти и нефтепродуктов в мировой российской экономике, выполненной на вопросе в стадии «По ленивы». Цель данной работы и изучения роли нефти и нефтепродуктов в мировой российской экономике поставлена следующая задача. Изучить мировой рынок нефти, провести анализ потребления нефти по странам и регионам, изучить мировой рынок автомобильного, определить мировой рынок автомобильного топлива, выделить мировой рынок и прочих нефтепродуктов, прогнозировать значение нефтяной, нефтепрерабатывающей промышленности для российской экономики, сделать необходимые выборы. Нефть — это ведущий ресурс на его экономике. Этот ресурс поселён на меру крайне неразномерно. В современном мире лёгкая нефть является основным объектом добычи, так как добыча требует меньше затрат. Ресурсом нефти тогда становится коммерчески значимым, обычно когда они разъеданы. Разведанные запасы доказаны на основе соответствующей георгической информации. Таблицы составлены на основе известных данных, известных нефтяной компанией British Petroleum. Как видно из этой таблицы, разведанные запасы нефти распределения между странами неравномерно. С началом рыночной реформы предприятий с низкой экономической эффективностью, в большом числе обанковались. В 2000-х годах случился экономический рост, и уровень потребления нефти стал повышаться. Из таблицы видно, что данная тенденция наблюдалась в России, в Великобритании и Украине. Объём потребления нефти в той или иной стране зависит не только от потребления большинства населения, но и от численности населения. Из таблицы видно, что крупнейшим потребителем нефти постоянно являются США, но состав стран занимающих последние места от них не постоять. Среди стран экспортеров нефти есть страны, доля которых мировых запасов нефти ниже их доли международной торговли нефти. Россия, Норвегия, Нигерия, Мексика, Ливия, Альбиндонезия, Алжир и ряд других. Есть страны, чья доля в мировых запасах нефти выше их доли мировой добычи и экспорта нефти, например, страны Персидского залива, Канада и Миссуэла. Особенно быстро растет число африканских стран экспортеров. В состав основных импортеров нефти с течением времени изменяется меньше. Самым крупным импортером на протяжении всего рассматриваемого периода выступает США. В 2010 году Китай по объему импорта нефти вышел на второе место. Всю продукцию нефтеперерабатывающей промышленности Слово можно сделать на две части – крупнотоннажные и малотоннажные продукции. Крупнотоннажные – это продукция, производимая в больших объемах, например, тензин, зимы, топливо, мазух, керосиновая фракция, нефть и нафта. Малотоннажные продукции – это продукция, производимая в небольшом количестве – газо-нефтепереработки, дико-мусселенный фокус, мазочные масла, вайс-пири, парафин и ряд других продуктов. Особое место в среднем этих продуктах занимает бензин. В 1990-1960-е годы производство бензина велось в 104 странах мира. Крупная производство бензина, весь миллион в тонн, велось в более 16 странах – США, Комиаде, Мексике, Минуссуэле, Бразилия, Япония, Нидерланды, Россия и других странах. Но на долю этих стран в 1990-м году пришло 77,6% его мирового производства. Доля США мирового производства бензина состояла в 40,2%. Основным, точным, единственным потребителем бензина является автомобильный транспорт. Его доля умерого потребления бензина варьируется от 90 до 95%. Европейские страны характеризуются относительно низким уровнем расходования бензина. В расчете на один автомобиль. Во Франции расходы бензина на один автомобиль около 0,23 до 0,35 тонн в год. В Италии 0,26 до 0,59 тонн в год. В США показатели повыше – 957 до 0,79 тонн в год. В Саудовской, Аравии, у Виталии, Аравийских Эмиратов очень высокий уровень потребления – от 4,64 тонн в год. Крупными экспортерами, однозначно крупными импортерами бензина существует, то есть выступают одни и те же страны – Ирланды, Франция, Берия, Германия, Великобритания, США и другие страны. Данное обстоятельство объясняется просто. Продавцами витепродуктов, включая в бензин, выступают ли ценные компании, сетью нефтеперерабатывающих заводов и автозаправочных транспортных. Объем мирового производства дизельного топлива растет более быстрыми темпами, чем производство бензина. В крупнейшем мире производители дизельного топлива цели являются США, вторую строчку занимает Китай, на третьем – Бунди, на четвертом – Россия. Самым крупным потребителем дизельного топлива является автомобильный транспорт. Потребление дизельного топлива транспортом растет во всех странах мира, за очень малым исключением. Одним из таких стран является Япония. В 1990 году мировое дизельное топливо составило 16,7% от его мирового производства. В 2010 году 23,3%. Мы видим, что дизельное топливо в наше время является более значительным объектом международной торговли, чем бензин. Дизельное топливо производится на тех же заводах, что и бензин. Важнейшее отличие дизельного топлива в том, что дизельное топливо на койпроме больше числей отраслей используется для большего числа нужд. В современном мире производство мазута стало сокращаться в ряде стран, прежде всего в США. В ряде стран, таких как Россия, Ирана и Ирак, наблюдается рост производства мазута. Одно из самых направлений используемый мазут – банкировка морских суток. Флотский мазут на большее расходы используется в Сингапуре. Международная торговля мазутом имеет в основном тот же характер, что и международная торговля бензином и бензином топливом. Одна и та же страна экспортирует мазут и импортирует его. Число таких стран входит в Сингапуре, Южная Корея, Индонезия, Таиланд, Филиппе, Япония и ряд других азиатских стран. Также Нидерланды, Бельгия, Франция и США. Другие страны. Отвеча нефти... Следующая. Уже 5 минут рассказываешь. Ну, 7 минут, скажем, максимум. 3 минута осталось. Добыча нефти в России одна из основных отраслей добычи топливно-энергических полезных из компаний в России. Легкая, нефть, дешевая рабочая сила и электроэнергия позволяют российским компаниям сохранить низкий уровень себестоимости добычи в сравнении с иностранными конкурентами. Структура себестоимости добычи российских инфекционных компаний такова 25% электроэнергии, 10% в квартур, 35% привода и техническое обслуживание, 14% сырье и материалы, 16% прочие расходы. По данным 3 квартала 2013 года полная себестоимость добычи нефти в России состава 7 853 рубля за тонну. Нефть в России и российские инфекционные продукты сумеют занять важное место на емкости в европейском рынке, продавая конкуренцию со стороны конкурентных компаний, прежде всего американских, а также со стороны инфекционных компаний. Доходы от экспорта нефти нефти в потолке, как известно, стали той подушкой безопасности, которая потребовалась в стране во время кризиса 2008 года. Нефтеперерабатывающая отрасль в России по крайней мере поддерживается значительным взносом основных производственных фондов, а также низкой глубиной переработки. Глубина переработки в России составляет 71,5%, сравнение глубином в Европе 85%, в сравнении 96%. Многие добывающие нефтеперерабатывающие предприятия отечественного национального комплекса, к сожалению, остаются от западных конкурентов по таким показателям, как производительность труда, объем финансирования, технических работ, темпы внедрения и показатели энергоэффективности. Именно сейчас настал момент, когда нужно объединить интеллектуальный потенциал крупных научных центров, государственных органов и национальных компаний для выработки основного огородащих направлений развития. На речи значительных запасов черного и золота в России – это цены, шеда, иррационально и эффективно использование принесенных отраслей в виде долларов для модернизации инноваций и правов и национальной экономики – это нынешний фактор и главный врача российского правительства. Ваши замечания сначала? Спасибо.